Для тебя мы обозреем самое актуальное, распакуем самое интересное и устроим классные конкурсы с призами. Подписывайся! Приветствую! С вами Степан, это канал Эльдорадо и сегодня у нас на обзоре новинка от компании Samsung под названием S20 FE. Чем же хорош данный смартфон и как сделать на него красивую фотографию без ошибок? Давайте разбираться! Первым делом нас встречает большой 6,5-дюймовый экран. Сверху мы видим фронтальную камеру. С правой стороны кнопка питания и качелька громкости. Лоток для сим-карты и microSD-карты сверху. Снизу порт USB Type-C. Задняя крышка имеет матовую текстуру. На выбор помимо красной расцветки есть еще 6 цветов. Сверху расположился блок камер. Особого внимания достоин экран, частота обновления у которого 120 Гц. В связи с этим обеспечивается его плавная работа. Но это еще и заслуга мощного железа. S20 оснащен процессором Exynos 990. Касательно памяти тут тоже все здорово. 6 ГБ оперативный и 128 ГБ постоянный. С возможностью расширения microSD-картой до 1 ТБ. Аккумулятор на 4500 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки. Тест в играх смартфон прошел на ура. Современные хиты идут отлично. Важным преимуществом данного телефона будет пылевлагозащита по стандарту IP68. Специально топить смартфон мы конечно же не будем, но на глубине полтора метра в пресных водоемах он должен выдержать 30 минут. А теперь давайте посмотрим на камеры. Фронтальная камера на 32 Мп делает очень четкие детальные снимки. Качество очень радует глаз. Основных камер тут три. Широкоугольная на 12 Мп. Также есть режим ночь. Ультра широкоугольная камера тоже на 12 Мп. Угол обзора 123 градуса. И камера с телеобъективом, которая позволяет делать снимки с трехкратным оптическим зумом. Далее начинается цифровой 30-кратный спейс-зум. Многие начинающие фотографы пользуются камерами телефона. Современные смартфоны позволяют делать действительно неплохие снимки, если не делать распространенные ошибки. Какие ошибки самые частые? Давайте разберемся. Заваленный горизонт и неправильная композиция. Старайтесь держать объект съемки в пересечении третей или по центру вашей композиции. Следите за горизонтом. Если завал горизонта художественно не обоснован, он должен быть максимально ровным. Лицо в тени. Ищите такой ракурс, который позволит вам избавиться от лишних теней на лице. Для этого почти всегда достаточно развернуть объект съемки лицом к источнику света. Например, к солнцу. Мусор на фоне. Некрасивый задник. Лишние объекты. Случайные люди на фоне. Все это отнимает внимание у главного объекта на вашем снимке. Если фон совсем плох, воспользуйтесь режимом живой фокус, чтобы сделать визуальный акцент на объекте съемки. Концовку данного видеоролика мы записываем на смартфон, который обозревали. Видео сейчас пишется в 4К, поэтому качество оценивайте сами и пишите свое мнение в комментариях. Если вам понравился данный смартфон, то переходите по ссылке в описании на сайт eldorado.ru и оформляйте заказ. Кстати, в конце октября появится старшая версия данного смартфона на 256 гигабайт постоянной и 8 гигабайт оперативной памяти. Ну а с вами был Степан. До новых обзоров. Пока. Для тебя мы обозреем самое актуальное, распакуем самое интересное и устроим классные конкурсы с призами. Подписывайся.